Есть еще у нас возможность, братья и сестры, быть вместе в Доме Божьем. И хоть этот период сегодня, это не только говорят Божьи люди, об этом говорят сегодня политики в своих дебатах, они говорят, что мы подошли к самым мрачным периодам истории, нам что-то надо делать. У них, конечно, есть рецепт к этому. И я сегодня в немощи своей хотел бы тоже поделиться рецептом, который оставлен на страницах Священного Писания. Но прежде чем мы начнем говорить о Божьем Слове, я хотел бы сделать несколько заявлений. Никогда не поздно, запомните это слово, никогда не поздно начать по-новому жизнь. Используйте этот шанс, если он у вас предоставляется. Никогда не рано, это второй тезис, никогда не рано начать искать Господа. И в свете этих двух моментов нам сегодня предстоит с вами побыть какой-то момент жизни. Безусловно, мы проспали очень многое, я говорю «мы», потому что я не отделяю сегодня себя от народа. И это случилось не вдруг. И даже это случилось не десятилетия назад. Эта беда потихоньку вползала в наши школы, в наши церкви, и она как отрава убивала все живительное и в нас, и в наших детях. Достаточно посмотреть сегодня на то, как люди предлагают рецепты к тому, чтобы восстановить былое величие. Оно вянет на глазах. Наше величие, оно сегодня истребляется самими нами, нашими жителями, друзья мои. И поэтому, когда мы смотрим сегодня на этот текст, то это рецепт, рецепт самого Господа. Смотрите, Бог, что предлагает сегодня живущим на земле. Он это предлагает сегодня в нашем собрании. И смирится народ мой, который именуется именем моим. И будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих. И я услышу с неба, прощу грехи их, и исцелю их землю. Невероятные слова. Это обращение самого Бога. Брат передо мной уже цитировал их, но позвольте заметить еще одну сторону. Был тот, кто видел тоже нужды, но видел их с человеческой точки зрения. Это сын царя Давида, Соломон. Он молился. Он просил у Бога эти слова, живые для себя и для своих людей, которым он призван служить. Написано, я уготовил сердце свое, чтобы молиться этой молитвою. И когда он помолился, мы с вами читаем шестую главу, то в седьмой главе написано, «Все, что ты говорил мне, я услышал, и я исполню». Братья и сестры, что нужно нам для того, чтобы нас вот эта эпидемия или пандемия греховная не захватила в свои объятия и не унесло нас путей послушания Господа в погибель, нам нужно пережить то, что здесь написано, «Смириться, народ мой». Библия говорит, «Смиритесь под крепкую руку Божию и вознесет вас в свое время». Это Петр Апостол нам говорит. Братья и сестры, есть вещи, которые мы с вами ответственность выполнить. Вот здесь сказано народу, «Смириться, народ мой». Не потому, что его заставили, но это воля, добровольная воля изъявления, желание сердца человеческого сказать «дальше, больше, так невозможно, нужно что-то делать», и человек смиряется пред Богом. Если человек ожесточается, случается то, что когда-то пережил очень величественный, могущественный царь Вавилона на выходоносор. когда он гордый от всего того, что он пережил в своей жизни, прохаживался и сказал, «Это ли не то, что построили мои руки?» И услышал голос в тот час, как только надмилось его сердце, «Царство твое отнято от тебя». И вы знаете, что этот сказал по прошествии семи времен? Он сказал, «Бог силен смирить ходящих гордо». Если мы сегодня не смиряемся, если мы сегодня имеем возможности, когда Бог говорит к нам, не смиряем свое сердце, Бог начнет нас смирять. И рука Господа, которая смиряющая, она всегда будет очень тяжела для нас. Поэтому, когда мы смотрим, братья и сестры, путь к восстановлению, к возрождению, он зависит от этих слов. Смотрите, книга пророка Исаия, 57 глава, 15 стих. Опять же, слова самого Господа Бога. «Я высокий, превознесенный, вечно живущий, чье имя святой». Я живу на высоте святом. Но так же и с теми, кто сокрушается и смиряется духом, чтобы оживлять дух смирившихся и оживлять сердца сокрушенных. Вот он рецепт. Вот что сегодня нужно нашим президентам, нашему парламенту, нашим сенаторам. Вот что нужно сегодня белым и черным, это смириться, это иметь это сердце, на которое бы посмотрел с довольством Господь. Но это еще не конец. Здесь сказано, если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, я услышу с небес. Братья и сестры, почему нам нужно молиться? Ну, во-первых, ну, простой вопрос, на который даже и дети ответят. Позвольте себе еще напомнить. Это слова Господа Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 18 глава, 1 стих. Иисус говорит к своим ученикам, должно всегда молиться и не унывать. И 7 стих этой главы написано, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать. Немедленно Бог посылает защиту свою людям, которые взывают к Нему. Надо только быть в этом прилежным, всегда молиться и не унывать. Братья и сестры, это нелегко дается. Братья и сестры, легко помолиться Богу, но зачастую Бог не отвечает. Писание предупреждает нас со страниц своего слова. Молитесь так, чтобы быть услышанным на высоте, чтобы Бог услышал, чтобы Бог преклонился. И для этого нужно иметь сердце. Сердце, которое бы было приготовлено. Братья и сестры, вот как раз мы и смотрим, а в успехе Соломона Он приготовил свое сердце, Он заботился о своем сердце, и Бог использовал его как инструмент. А мы сегодня только открываем страницу Священного Писания и читаем, братья и сестры, обращение, которое послано ко всем верующим людям в нашей стране от ассоциации доктора Билли Грейма, которую сейчас возглавляет Фрэнк Грейм. Оно лежит в основании книги пророка Иоиля, второй главе, с двенадцатого текста. Мы читаем такие слова. Но и сегодня еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче, рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. Обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ, милосерд, долготерпелив, много милостив, сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубой на Сионе, назначьте пост, объявите торжественное собрание, соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грубных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невестой своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят, «Пощади, Господи, народ Твой, не придавай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над нами народы, для чего будут говорить между народами, где их Бог». Это сам Господь дает рецепт. Я думаю, что сегодня мы еще не вполне осознаем ту ответственность, которую люди, которые наделенные властью, уже переживают. Я думаю, что это не случайно. Дух Святой сегодня побуждает нас посмотреть на самих себя, на свое хождение, на свое служение. Братья и сестры, почему Писание говорит нам о том, что должно всегда молиться? Потому что, когда мы видим людей, которые вокруг нас, когда мы замечаем, что это совершенно противоречит Божьему становлению, это как раз побудительный мотив для того, чтобы мы с вами могли молиться за такие души. Потому что и наш Господь, Он пришел взыскать и спасти погибшее. Заметьте, не погибающее, Он пришел взыскать и спасти погибшее. Поэтому, когда мы с вами смотрим вот это состояние, оно касается абсолютно всех. Любой человек, и молодой, и старый, он может пережить это Божье посещение на самом себе, как мы с вами прочитали. Тогда возрегнует Господь о своей земле и пощадит народ свой. Когда-то израильский народ сделал большой грех. Они отвергли Господа. Что можно сделать тогда, когда люди сознательно отрекаются от Бога? Они еще не понимали всего того заявления, что они сказали вслух Самуила. Но Самуил запереживал. Ему было очень неприятно это слово, и он воспротивился, как он мог противиться настырному духу Израиля. И Господь ему говорит, сделай, как они тебя просят. Потому что не тебя они отвергли, а не отвергли меня. Ну и кажется, в такой ситуации безнадежной, когда такой страшный, роковой выбор делают в Израиле, надо повернуться и уйти. Вы знаете, прошло немножко времени, он им поставил царя, он помазал этого царя. Но когда он сказал, вот смотрите, сегодня жатва пшеницы, но я помолюсь Богу, и будет гром. И когда загремел гром, написано, Израиль испугался сильно. Они затряслись. И первые слова, которые они сказали ему, не переставай молиться о нас. А он сказал, я не перестану, не допущу греха себе, чтобы перестать молиться о нас. Когда мы видим мир, значит, беда сегодня, возможность сегодня посмотреть внимательно в свое собственное сердце, на опыт своего хождения и служения, потому что время начаться суду с Дома Божия. Братья и сестры, еще одно место хочу напомнить, оно записано у пророка Изякииля. Это 22 глава 30-31 тексты. Здесь так написано, это Господь говорит. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы пред мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Братья и сестры, это опять Господь ищет. Ищет человека, который бы поставил стену в проломе, встал бы за эту землю, для того, чтобы я свое решение не привел в действие. Мы с вами прочитали, 30-й конец стиха, так написано, но не нашел. «Итак, и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу на их голову», говорит Господь. Это опять открывается нам Господь, как любящий, как весьма милосердный и сострадательный. Братья и сестры, позвольте немножко сказать, если бы сегодня я мог прочитать всю 22-ю главу, наверное, у некоторых из нас заживелились бы волосы на голове. Перечень тех грехов и мерзостей, которые были в народе Божьем. И казалось бы, ну, скорее, сотри этих нечестивых с лица земли. Но нет, Господь выступает опять, и Он что? Ищет. Ищет человека, который бы мог встать в проломе. Вы помните, таким человеком когда-то оказался Авраам, друг Божий. Господь посетил его. Господь поделился с ним сокровенным и говорит, «Иду в Содом». А Лот вспомнил, а в Содоме живет его племянник Лот. И уже не живет, а уже сидит у ворот. Сидит – это значит, у него было очень большое положение и вес среди этого народа. И запереживал Авраам. И стал разговаривать с Богом и говорит, «Если там найдется 50 праведников, неужели ты погубишь?» С нечестивыми, Господь говорит, «Ради 50 не погублю». Но там даже и 10 праведников не было. Но Авраам стоял пред Богом и молил. Немая молитва, без слов она неслась к Богу. Там мой родной, племянник мой. И Господь не остался глухим к нему. Написано и было, когда Бог не спровергал города Содомские и Гоморские, вспомнил Бог об Аврааме, а вывел из Содома его племянника Лота. Братья и мои сёстры, вспомнит ли Господь в самый отчаянный момент нашей жизни твою молитву о погибающих грешных людях, о наших родных и близких, о тех, кто идёт другим путём? Братья и мои сёстры, Писание говорит об этом. Братья и сёстры, когда мы молимся с вами о пробуждении, о своём восстановлении, об окружающих людях, Господь обязательно будет отвечать. Он не может не ответить, но Его ответ будет всегда неожиданным и удивительным. Позвольте ещё одно место привести из книги Священного Писания. Это книга, вторая книга Паралипоменон, глава 34, написанная. И было восемь лет Иосии, когда он воцарился. Тридцать один год царствовал в Иерусалиме, и делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида Отца Своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. Но неожиданно Бог проговорил к этому человеку молодому. Казалось бы, какое наследие у этого человека очень печальное и страшное. Его дедушка был Манасия, сын благословенного, сильного, мудрого царя Изекии. Ему было семь лет, когда его папа умер. И кто бы знал, испрошенный сын родился и стал блудным сыном Ветхого Завета. Мало того, что он вошел во всякие мерзости, он Иерусалим залил невинной кровью от края до края. Так Писание говорит. Этот человек проводил своих сыновей и дочерей в жертву молоку, сжигал их этим чудовищным богам. Но когда пришло время и наказание постигло его, этот человек стал молиться Богу. Смотрите, 33 глава, 12 стих. В тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих и помолился Богу, и Бог преклонился к нему и услышал моление его, возвратил его в Иерусалим на царство и узнал Манасия, что Господь есть Бог. Братья и сестры, как благ Господь к душе человека, который смиряется, который начинает изливать пред Богом свое согрешение. Бог преклонился к нему и не только услышал, но даже вернул его на царство. Но 55 лет он служил без Бога. Он делал все противное Богу. А потом его отец, он всего царствовал два года, но написано, его грехи умножились еще больше. Что можно было ждать от этого парнишки, Иосифа, которому было 8 лет? Он был слишком молод. Мы иногда недоверчиво смотрим на молодых людей и не без основания переживаем за их будущее. Он стоял, но написано, с 8 лет он стал искать Господа. Он стал прибибать к Богу. И это оставлено нам на странице Священного Писания. Парни и девушки, в молодые годы можно наделать много ошибок, но в молодые годы можно встать на правильный, верный путь и быть последовательным в своем решении. А разве не так? И опыт Иосифа, он говорит нам об этом, что он стал искать лица Господа, и Господь ему открывал многие сферы, которые закрыты были до него даже правящим в Иудее. Этот молодой человек в 16 лет начал очищать Иерусалим и храм. И Бог ему дал успех. Прошло время, когда он увидел в земле идолов, идолы, очень много зла причиняли его соплеменникам, и он стал их искоренять. Безусловно, заслуживают сегодня уважение медицинские работники, которые стоят перед лицом от этой пандемии. Но самая страшная пандемия – это вирусы греха. Это когда они отравляют нашу жизнь. Мы сегодня научились бороться и отвечать достойно нашим врагам. Но как с теми врагами, которые внутри разоряют и разрушают нас? Этот молодой человек не мирился ни с какими потугами. Он противостоял греху, и он в этом преуспел. Еще одну вещь хочу вам напомнить, что когда делались работы в Доме Божьем, нашли книгу закона, принесли ее и стали читать. Этот молодой человек, слыша слова закона, он разодрал свои одежды, он стал плакать. Молодой парень. Он бы мог сказать, имея все основания, ну, меня же там не было, ну, это же после меня. Он так не поступил. Он слышал Божье Слово, и он затрепетал перед Божьим Словом. Когда мы с вами читаем эту книгу, когда мы слышим в наших собраниях эту вещь, что мы переживаем, от этого зависит очень многое. Посмотрите, когда он послал своих князей, которые были рядом с ним, чтобы попросить Господа о том, что будет здесь, то посмотрите, как отвечено ему было. И сказала она так, так говорит Господь Бог Израилев, скажите тому человеку, который послал вас ко мне. Так говорит Господь, вот я наведу бедствие на место это и на жителей его. Все проклятия написаны в книге, которую читали перед лицом царя иудейского. За то, что они оставили меня, кодили богам другим, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих, гнев мой возгорится над местом этим и не угаснет. А царю иудейскому, пославшему вас, попросить Господа, так скажите, так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова его о месте этом и о жителях его, и ты смирился пред мною, разодрал одежды свои, плакал предо мною, то я услышал тебя, говорит Господь. Братья и сестры, классический пример, когда это выслушал Езекия, о котором сказано, такого царя, как он, не было и не будет более. Мне кажется, этот молодой парень превзошел Езекию. В чем спросите меня? А в том, что когда Езекия услышал, что ты умрешь, а после тебя будет бедствие, придет тот, кому ты все показал. Ты похвалился всем, но забыл обо мне, именем которого тебе дано исцеление. И тогда Езекия сказал, я так счастлив, что это придет тогда, когда я умру. Братья и сестры, он выслушал вердикт, гнев Господень потушить нельзя. Даже после того, как он молился, даже после того, как он исповедался, Бог ему сказал, огонь и гнев мой на этом месте прибудут. Что он делает? Он не только о себе заботится, он заботится об окружающих людях, он их зовет в дом Божий, который он восстановил, отремонтировал, и вступает в завет с Господом. Время сегодня смутное. Молодых людей призывает сегодня к бунтам. Я утром включаю новости, обращается к молодым парням и девчонкам. Экс-президент Америки Барак Обама и говорит, молодые люди, выходите на протесты, не бойтесь. Я думаю, я думаю, что молодых людей сегодня они могут оступиться. Как оступились когда-то люди Хуинвальбины в 70-х годах в Китае, в Красном, когда они шли с лозунгом «Революция требует крови» и кровь релась, но не их кровь, а тех, кого они мучили и убивали. Сегодня Америка стоит на распутье, сегодня Дух Божий тебе предлагает путь смирения и служения Богу. По какому пути ты пойдешь? По какому пути ты пойдешь? И Зекия знал, куда идти. Он с восьми лет прибежал к Богу и искал лица. И когда он состарился, пришел к зрелому возрасту, он решил не отступать. И когда он стоял впереди всех, и люди смотрели на него, он говорит, я вступаю, Господь, Владыка в завет с тобой никогда не приступать к твоих повелений, а потом обращается к тем, которые стоят перед ним и вокруг него и говорит, сделайте это, но сделайте от чистого сердца. Дорогие мои друзья, если вы никогда не говорили Богу, если вы никогда не следовали за Богом, почему в это время, когда так легко оступиться и потеряться вам не встать на сторону послушания Богу. Посмотрите свою сегодня жизнь внимательно, сколько грехов. У нас с вами достаточно много того, что гневит Бога, но Бог говорит, я сегодня тебе предлагаю путь, смирись, взыщи, начни молиться, и я буду найден тобою. Да поможет тебе Господь использовать это время. Последний момент, что мешает нам быть услышанным в нашей молитве? Грех. Псалом 65-й, 18-й стих. Давид говорит, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Позвольте еще сказать, новый русский перевод, этот стих переводит немножко глубже. Позвольте его озвучить. Если бы я таил в сердце своем неисповеданный грех, Господь меня никогда бы не услышал. Что мешает грех? Если ты будешь любить грех, грех убьет твою душу, он увлечет ее в ад, в гену огненную, где будет дьявол и его ангелы. Но если ты будешь побеждать, исповедовать грех пред Господом, если ты будешь обращаться лицом на сторону Господнего пути, ты будешь в числе спасенных и искупленных. Да благословит тебя в этом Господь. Аминь.